Животик урчит. Как же хочется есть! Что за шум? Бабуля! Бабуля спешит на помощь! Не терпится попробовать этот огромный чупа-чупс! Ой, а что за звуки? Братик! Ладно, чупа-чупс подождет! Мой новый кулинарный шедевр! О нет, я слышу плач! Шеф-повар! Мгновение, и я на месте! Ну что стряслось, милая? Да, сестренка, что такое? Я проголодалась! Больше всего мне хочется съесть пиццу! Отличный выбор! Легче легкого! Я бы и сам съел кусочек! Пиццу я готовлю лучше всех! Самое главное, как следует намазать основу томатной пастой! Добавить сыр! И колбасу! И запечь в духовке! Устанавливаю таймер и подожду! Не верю своим глазам! Бабуля, полюбуйтесь, что делает ваш внук! Ну и кто здесь настоящий шеф-повар? Ой! Ну не страшно, не поваляешь, не поешь! Ох, внучок! Ну и где мне теперь взять тесто? Ого! Спасибо, бабуль! Теперь осталось только придумать начинку! И у меня есть отличная идея! Вместо томатной пасты я возьму маршмеллоу! Намазать нужно так, чтобы не осталось ни одного пустого места! А вместо пепперони у меня будет скитл! Да, такую пиццу сестренка еще точно не пробовала! Красота! Сразу видно новички! Настоящие профессионалы не ищут легких путей! Чтобы сделать мою пиццу необычной, я добавлю в тесто чернила каракатицы! Прикольно! Теперь нужно как следует его размять! Да, то, что нужно! Ну и, конечно, не обойтись без томатной пасты! Только посмотрите на это сочетание цветов! Просто потрясающе! А чтобы добавить моей пиццы из исконности, я добавлю морепродукты! Вуаля! Идеально! Браво! На несколько минут в духовку и пицца будет готова к подаче! Как же долго идет время! Ну неужели я чуть не уснул? Как и ожидалось! Идеально! Великолепно! А моя пицца выглядит не лучшим образом! Ну ладно, посмотрим! Все пиццы выглядят неплохо! Секунду! А это что? Улитка? Это устрица! Не важно! Это я есть не собираюсь! А вот это другое дело! Такой красивый яркий кусочек! Объедение! Мне нравится! Пицца! Но осталась еще пицца от бабули! И пахнет она замечательно! Как же вкусно! Как всегда великолепно, бабуль! Ты побеждаешь! Все потому, что приготовлено с любовью! Размялись, а теперь за дело! Хочу бургер! Справитесь? Естественно! Все, что пожелает моя малышка! Это должно быть несложно! Нет! Фарш! Забирай его, бабуль! Я начну с булочки! У бургера должна быть булочка снизу и булочка сверху! А посередине что-то вкусное! Например, нутелла! А почему нет? Сладкий бургер почти готов! Это уже ни в какие рамки не лезет! Да ладно вам! Смотрите! А теперь в ход идут маршмеллоу! Попробуем! О да! То, что нужно для сладкого бургера! Добавлю побольше! Никогда не видел более нелепого рецепта! Положу несколько маршмеллоу на булочку! Красота! Да! Пора показать вам, что такое настоящий бургер! Никакой нутеллы и сладостей! Главное в бургере – это котлета! В этом я с вами полностью согласна! Сначала сделаю небольшую тевтельку и положу ее на сковороду! Вот так! Посмотрите, какая хорошенькая! А теперь прижму лопаткой! И главное – не забыть перевернуть! Постойте, а что за запах? Кошмар! Спокойно, бабуль! У меня все под контролем! Чтобы маршмеллоу были еще вкуснее, их надо было поджарить! И горелка в этом деле лучший помощник! Осталось только добавить мармеладные ленты и накрыть верхней булочкой! Вот и все! Мой бургер готов! Не называй булочку со сладостями бургером! Не могу это слышать! Сейчас я покажу тебе, что такое правильный бургер! Кроме сыра в него нужно добавить бекон, который я предварительно обжарю на сковородочке! И, конечно же, чем больше слоев, тем вкуснее! Та-дам! Готово! Встречайте, самый роскошный бургер в мире! И правда, получилось внушительно! Но традиции не превзойти ничем! Вот он, мой бургер-победитель! Какой аромат! Остался последний штрих! Немного карамели сверху не помешает! Ну вот, другое дело! Аппетитнее не придумаешь! Посмотрим, посмотрим! Ого, какой большой бургер! Ой, и очень вкусный! Однозначно претендент на победу! А здесь у нас что? Неплохо! Но на вкус обычно! Я такое вчера ела! О, а это что-то новенькое! Ого, сладкий бургер! Я чувствую нутеллу! И мармелад! Отличная идея, братик! Но все-таки побеждает бургер шефа! Поздравляю! Приятно, хотя и неудивительно! Вы готовы к десерту? Я да! Хочу печенье! Проще простого! Сделаю, как ты любишь! Запросто! Как там? Нужно раскатать тесто, да? Внучок! Внучок! Перестань издеваться над тестом! Оно ни в чем не виновата! Смотри! Нужно взять скалку и осторожно раскатывать! Вот так! А затем нужно вырезать из теста кругляшки заготовки! Видишь? Ну не знаю, бабуля, это как-то скучно! У меня есть идея получше! Не буду заморачиваться, одного кружка хватит! Лучше как следует позаботиться о начинке! Насыплю ММД и будет шикарно! А теперь можно и в духовку! Можно, да! Но смотри, не ошпарься! А мои печеньки уже подрумянились! Какие красавчики! Да бросьте, бабуль! С таким печеньем вам в этом раунде точно победы не видать! К тому же я придумал кое-что особенное! Руки вверх! Да ладно вам, расслабьтесь! Просто кулинарная шутка! Так вот, вместо скучных печенек я сделаю потрясающий пряничный домик! Я выпек несколько деталей, а осталось только скрепить их между собой! Вместо клея я использую вкуснейший крем! Ну вот, почти готово! Сахарная пудра выглядит как настоящий снег! А это завораживает! Ох, милок! Твое печенье, оно горит! Скорее доставай! Ну и запах! Это точно не аппетитный аромат! Ну и видок! Кто приготовил угольки? И я должна это есть? Ни за что! А вот это уже интереснее! Целый съедобный дом! И такой вкусный! Здорово придумано! Так, нужно попробовать оставшееся печенье! Аппетитненько! Кому же отдать победу? Пряничный домик победитель! Никто и не сомневался! На этот раз я хочу наггетсы! Как всегда нет проблем! Сделаем! Бабуль, не спать! Я что-то пропустила! А, готовим курочку, поняла! Не просто курочку, а наггетсы! Знаю-знаю, нужно налить на сковороду масло и нагреть его! Бабуль, да ты просто шеф-повар! Дай-ка мне маслице! Уверен, я с ним справлюсь! Эй, почему не наливается? Ну давай! Ой! Да уж! Не этого я хотел! Теперь тут целое море масла! Сделаем вид, что так и должно было быть! Ох, ну ладно! Мне пора заняться готовкой! Нарежу куриную грудку на небольшие кусочки! Теперь нужно сделать панировку! Сболтать яйца, а в другую миску насыпать немного сухариков! Затем поочередно опускаем куриные кусочки сначала в яйцо, а затем в сухарики! И отправляем на сковороду! Вот какая замечательная румяная корочка получается! Бабуль, так аппетитно! Невозможно устоять! Ай, горячо! Мои пальцы! Давай подую! Ну как же так, внучок? Лучше! А нечего было совать пальцы в раскаленное масло! И вообще не отвлекайте меня от кулинарного искусства! Я решил добавить немного роскоши! Поэтому мои наггетсы будут золотыми! Блюдо готово! А что же делать мне? Знаю! Сырые наггетсы продаются в каждом магазине! Они и так вкусные, но я их улучшу! Добавлю сыра! И чем больше, тем вкуснее! Чтобы не испачкать руки, нанизаю наггетс на шпажку и окуну в сыр! Как там делала бабуля? Сначала окунаем в яйцо, а потом в сухарики! Но вместо них у меня будет кое-что покруче! Читас! Супер! Идеальная панировка! А теперь можно и пожарить! Главное, не забыть обжарить с двух сторон! Я считаю, что это идеально! Я все равно не дам тебе меня обойти! У меня есть кое-что для эффектной подачи! Мой секретный ингредиент! Внучок, что это? Без понятия! Теперь посмотрим, кто кого! Что у нас тут? Наггетсы на палочках? А это что, чипы? Круто! А тут что? Вау! Такой дымок! Очень красиво! Золотые наггетсы я никогда не пробовала! Неплохо, но можно было и получше! Осталось попробовать вот этих красавчиков! Объеденье! Даже не знаю, какие выбрать! А нет, знаю! Вот эти самые вкусные! Да! Ну, наконец-то! Я победитель! Интересно, что там рисует Эмма! Пончик! Ну, кто же откажется от этого наивкуснейшего десерта? Не терпится узнать, как наши участники справятся с этим заданием! Все настроены только на победу, а бабуля и шеф уже вовсю взялись за процесс готовки! Вы только посмотрите на шефа, как легко у него получается работать с тестом! Масло уже на сковороде, значит, осталось только прожарить пончик как следует! Да что тут сложного? Сейчас берем это и как! Джон, а ты точно уверен, что умеешь готовить пончики? Кажется, бабушка и шеф тебя раскусили! Все под контролем! Теперь надо добавить масла! А не многовато ли? Ну ладно, надеюсь, у тебя получится! Бабушка и шеф уже начинают класть пончики на сковороду! Джон, настал твой черед! Аккуратнее, кипящее масло может сильно обжечь! Да, мы тебя предупреждали! Все-таки не стоило лить так много масла! Пока шеф и бабушка спокойно ожидают приготовления их пончиков, Джону предстоит опасное сражение с маслом! Что-то мне подсказывает, что победит в этом сражении не Джон! О нет! Только посмотрите, что стало с этими пончиками! Лопатка Джона искромсала их на кусочки! Не расстраивайся, Джон! В следующий раз тебе повезет больше! А пока посмотрим, что получается у шефа! Ого! Его пончики идеально ровные и идеально красивые! А что это он делает? Ааа, он собирается добавить в них начинку! Этот ягодный джем сделает его вкусные пончики еще вкуснее! Теперь он макает пончик в глазурь, выкладывает на тарелку и украшает сладкой посыпкой! Великолепная работа, маэстро! А вот пончики бабушки выглядят проще, чем у шефа! Но разве это делает их менее вкусными? Вы только посмотрите! Красота! Похоже, что Джону пришла в голову идея! Он что, собрался делать пончик из сыра? Надо признать, что этот тянущийся сыр уже выглядит довольно аппетитно! И что он задумал с этим делать? Ну конечно, формочки для пончиков! Гениально! Только вот зачем тебе молоток? Кажется, Джон решил выплеснуть стресс на этой пачке читес! Кто-нибудь понимает, что он задумал? Ах, вот оно что! Это панировка! Теперь все встало на свои места! Осталось только хорошенько обвалять этот красивый сырный пончик, и можно приступать к готовке! Думаю, Джон навсегда запомнил свою схватку с кипящим маслом! Хорошо, что есть фольга! Просто заворачиваем пончик в кусок фольги и обжариваем! Не нужно никакого масла! Классная идея, Джон! Да, правда, руками это лучше все равно не трогать! Ох, как же это аппетитно выглядит! Итак, настало время дегустации! Начнем с пончика шефа! Эмма определенно оценила его мастерство! На очереди пончик от бабушки! Наверняка Эмма уже не раз его пробовала! Но, судя по лицу Эммы, она не очень-то впечатлена! И, наконец, пончик от брата! Ну, Джон, надеюсь, твоя сестра оценит твои старания по достоинству! Да, Эмме явно он пришелся по душе! Осталось определить победителя, и это шеф! Поздравляем настоящего мастера своего дела! Впереди второй раунд! Что же предстоит приготовить нашим участникам? Ничего себе! Это же сэндвич! Интересно, у кого больше шансов победить на этот раз? Шеф? Бабушка? А может... Джон, ты что делаешь? Задание приготовить сэндвич, а не съесть все продукты для него! Кажется, Джон решил приготовить сладкий сэндвич! Интересно, какие ингредиенты будут помимо нутеллы? Маршмеллоу, плитка шоколада, а еще целых три разных сиропа и шипучка! Да, сэндвич Джона – это настоящая сладкая бомба! Интересно, чем ответит бабушка? Кажется, она собралась готовить сэндвич с ветчиной! Какая вкуснятина! Кладем хлеб на сковороду, а сверху много сыра, ветчины и бекона! Вот это аромат! Можно только представить, как это вкусно! Но шеф явно не в восторге от сэндвича конкурентов! Посмотрим, что придумает он! Начинаем с поджаривания хлеба! Далее берем свежие листья салата и помидоры! Аккуратно выкладываем это все на хлеб! Ничего себе! Это же улитки! Зря бабушка воротит нос! Между прочим, это деликатес, который подают в самых дорогих ресторанах мира! Изысканная еда для настоящих гурманов! Поджариваем их на сковороде и аккуратно выкладываем на сэндвич! Но на этом шеф останавливаться не собирается! Это осьминоги! Бабушка, вам лучше на это не смотреть! Обжариваем осьминогов и добавляем к нашему изысканному сэндвичу! Но и это еще не все! Сыр! И не просто сыр, а сыр с плесенью! Да-да, у него действительно весьма необычный аромат! Держите бабушку! Тем временем шеф натирает сыр на терке и, кажется, сэндвич почти готов! Надеюсь, Эмма оценит этот шедевр высокой кухни по достоинству! Не зря же шеф так старался! Пока шеф и бабушка готовили свои блюда, кое-кто успел проголодаться! Хорошо, что под рукой всегда есть шоколадка! Кажется, она немного растаяла! Но это наталкивает Джона на какую-то идею! Посмотрим, что он придумал! Бросаем в посуду кубики льда и заливаем их водой! А, кажется, я начинаю понимать, что он задумал! Заливаем растаявший шоколад в посуду и... тадам! Красивое и вкусное украшение готово! Ну что, Эмма, пора пробовать! Начнем с сэндвича шефа! Только настоящий гурман способен оценить всю изысканность этого блюда! И кажется, это совсем не Эмма! Осьминог, улитки и заплесни! И белый сыр! Ужас какой! Может быть, сэндвич брата придется ей по душе? Уверена, такое блюдо понравится любому сладкоежке! Сколько же там маршмеллоу, шоколада и сиропа! Да, Эмма оценила! На очереди остался только сэндвич бабушки! Что может быть лучше сочетания сыра, бекона и ветчины? Ну, конечно же, это наш победитель! Уж простите, ребята, но ничто не способно затмить сэндвичи от бабушки! Итак, следующий раунд! И в этот раз Эмма заказала яичницу! Такое простое блюдо, но как же по-разному его можно приготовить! Бабушка добавила масло на сковороду! О, можно мне тоже немного масла? Конечно, держи! Упс, кажется, кто-то не умеет пользоваться бутылкой для масла! Нет, Джон, ты сейчас все разольешь! А можно было просто спросить! Пока Джон решает свои проблемы, бабушка начинает жарить яйцо! А Джон решил последовать ее примеру! Ничего сложного, просто... Просто надо было аккуратно разбить яйцо! А бабушка уже накладывает яичницу на тарелку! Тем временем шеф, как всегда, придумывает что-то необычное и крутое! Главное в этот раз не добавлять улиток и осьминогов! Эм, персики? Шеф, вы уверены? Ладно, мы просто доверимся профессионалу! Все будут в восторге от моего фирменного блюда! Этот секретный рецепт хранится в тайне уже тысячу лет! А в моем ресторане его готовят лишь по особым случаям! Белиссимо! Ничего не понятно, но очень интересно! А как там твое блюдо, Джон? Кто-нибудь заказывал фаер-шоу? Выглядит, конечно, совсем неаппетитно, но придется подавать, что есть! Все блюда готовы, желаем Эмми приятной дегустации! Начнем с яичницы бабушки! Старая добрая классика! Ничего необычного, но и ничего лишнего! А это еще что такое? Серьезно? Бе, отстой! Ну, попытка не пытка, Джон! А как Эмми шедевр от шефа? Это оказалось настолько вкусно, что Эмма моментально выбирает победителя! Браво, шеф! Шеф, может, и победил в двух испытаниях, но впереди еще одно! И это салат! Для шефа и бабушки это задание покажется легкой прогулкой! А что же, Джон? Ох, в нарезке овощей ему явно стоит потренироваться! Неловко вышло! Смотри и учись, Джон! Сейчас бабушка покажет мастер-класс! Видишь, как ровно нарезаны эти помидоры? Раскладываем их на листья салата и приступаем к нарезке ароматной и вкусной куриной грудки! Добавляем грудку к салату и наше блюдо готово! Но шефа таким трудно удивить! И вообще удивлять это его работа, не так ли? Берем немного свежей зелени, масла, добавляем все это в блендер и как следует взбиваем! Как обычно с блюдами шефа, до самого конца нам ничего не понятно! Но ведь в этом и прелесть! Теперь он заливает эту жидкость на сковороду и берет шприц! Да откуда у него вообще столько всего? Ого, вот это красота! Какое изящество! Теперь берем листья салата, рвем их, раскладываем нарезанные помидоры, а это еще что? Какой оригинальный способ нарезки! Кажется, шеф закончил! А что там у остальных? У бабушки, конечно, не такой оригинальный способ нарезки, но салат ее выглядит очень аппетитно! А Джону явно нужно ускоряться! Он до сих пор не нарезал овощи! О, да! Бабушка, вы заказывали маску из огурцов? Показывай, что получилось, Джон! Да, такое и рядом не стояло с блюдом шефа! Но Джона снова посетила какая-то гениальная мысль! Хм, жвачка? Ты же не собираешься делать салат из жвачки? А, нет! Похоже, именно это он и делает! И не только из жвачки! Мармелад! И маршмеллоу! Уверена, Эмми это понравится! Впрочем, сейчас мы это узнаем! Начну вот с этой странной штуки! Ой, что за мерзость! На очереди салат бабушки! Выглядит очень и очень аппетитно! Что скажешь, Эмма? Неплохо, да? О, похоже, ей приглянулся салат Джона! Неужели это любовь с первого взгляда? Да, и у нас есть победитель! Джон, ты все-таки смог! Поздравляем! О, моя!